Ну привет, друзья! Спустился в наш маленький подвальчик и обнаружил здесь пару бутылок с сухофруктами, которые мы купили довольно-таки уже давно, но никак у меня не доходили руки это дело закончить, так сказать. Одна бутылка с ингредиентами, с сухими ингредиентами для коктейля Мартини, вторая просто какой-то Нью-Йоркский коктейль не написана, марка его не написана, оба из них разводятся практически одинаково. На обоих бутылках приложено руководство и сеточка, ситечка, через которое потом сливается куда-то в бокал или куда-то в какую-то емкость. Давайте посмотрим, что здесь будет у нас нарисовано, что они нам предлагают. Итак, наполните бутылку спиртом или водкой, дайте этому выстояться минимум 3-5 часов, ну а потом разливать и разливать его через сеточку. Больше ничего интересного на этикетке и нет. Так, на этикетке коктейля French, французский мартини. Вот этого французского мартини, конечно, думаю, мы не до японского городового, но все равно можно попробовать. В смысле, это может быть не мартини, а название коктейля. То же самое, заполнить его спиртом или водкой, дать остаться 3-5 часов, ну а потом, говорит, отсыживайте и много не пейте. А то иначе будет вполне очень хорошо. Одну бутылку я сделал, кстати, отснял, но потом решил, что я, честно говоря, слишком много наговорил на канале, которая запрещает любую рекламу, чего бы то ни было. Поэтому я решил переснять и сделать видео со второй оставшейся. И что эта бутылка собой представляет? Она закупорена, как положено. На ней написано, что это Нью-Йоркский какой-то коктейль, какой я не знаю, никогда не пробовал. Что-то внутри похоже на сахар с чем-то, похоже на лимон, какие-то непонятные еще сухие сухофрукты. Но они не дают на ней ингредиентов, то есть не дают, что сюда входит. Тут я просматриваю, непонятно что. Они говорят, чтобы сделать коктейль, нужно долить в бутылку водочки. Дать простояться 3-5 часов, и коктейль будет готов. Ну, давайте попробуем. Итак, водочку я взял обычную русскую нанш. Даже похожа на деревянную. Нет, не деревянную, а пластик, но сделана под дерево. И скапы без бутылки, чтобы не привлекать ничьё внимание с обычной кружечки. Сейчас мы эту бутылочку наполним. Я сначала налию пол бутылки, закрою её, попробую растворить, что там на дне. Потому что когда бутылка не полная, растворять гораздо легче. Так, теперь мы её дольём до верха. Во всяком случае, запах лимона уже оттуда идёт. Немножко не хватило, но надо лить. Ну, вот как-то так. Теперь мы подождём указанные 4-5 часов. Ну, а потом попробуем понемножку, что ж она вообще себе представляет. Никогда не пробовал, поэтому ничего заранее сказать не могу. Ну, привет ещё раз, друзья. Пришло не 5-6 часов, а трое суток, потому что я работал. И между рабочими сменами дегустировать этот напиток как-то не очень хорошо. Давайте попробуем, что получилось. Начнём с красного. Ох, как оно прикипела пробка, надо же. Кто б мог подумать. Еле открутил. Так, возьмём сеточку, как они рекомендуют, чтобы мусор в бокал не сыпался. Много пить не буду. Чуть-чуть. Даже можно было меньше. И что мы имеем? Когда-то в молодости, когда я ещё ездил на трудовые семестры, мы брали водку, когда отдыхали, и разбавляли её с лишнёвой наливкой. Вот что-то наподобие и получилось. Ну, что я скажу. Сладкое. Естественно, с явным вкусом водки. Но не вишнёвый привкус, а малиновый. С какой-то непонятной горчинкой. Сказать, что я сильно в восторге, будет, наверное, неправильно. Перебьём вкус. Посмотрим, что представляет собой вторая настойка. Вторая – это у нас Нью-Йоркский коктейль. Тут пробка не откручивается, а снимается. Это я уже, видать, лишку выпил. Так, попробуем его. Тоже мусор сыпется. Очень знакомый запах. Сказать, что запах лимонада, вроде бы как нет. Кто-то скажет, да пей ты нафиг, что ты её всё нюхаешь. Ну, ты должен же представить, что это. Ну, что, друзья, могу сказать. Честно говоря, хочется быстренько-быстренько заесть. Что такое специфическое. Когда-то мы настаивали самогончик на лимонных корочках, там ещё на чём-то. Я как-то этим не сильно занимался, но, ребята, делаем. Я предпочитал самогончик чистый. Что-то такое непонятное. По большому счёту, две бутылки водки, которые я сюда влюл, это слишком расточительно. Гораздо проще было эту водку просто выпить. Без всякого разбодяживания. Ну, давно мне стояло, хотел попробовать. Сказать, что я получил какое-то сильное удовольствие. Неправда. Чисто водка получила. Ну, всё. Всего хорошего. У меня уже язык заплетается. Всего наилучшего. Берегите себя. Продолжение следует...